Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим суп с фрикадельками, пшеном и капустой. Суп получается очень вкусным, сытным и к тому же готовиться совсем несложно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Подготовим ингредиенты для супа. Мелко шинкуем 200 г белокочанной капусты. 3-4 картофеля среднего размера нарезаем небольшими кусочками. Берем 300 г фарша, немного его солим и перчим. Все хорошо перемешиваем. Я использую свиноговяжий фарш, но можно взять и любой другой, например, куриный. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. Еще больше разных вкусных супов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В кастрюлю объемом 4 литра наливаем примерно 3 литра воды. Воду в кастрюле ставим на огонь и доводим до кипения. Когда закипит вода, аккуратно опускаем в нее подготовленные фрикадельки. Через 2-3 минуты после закипания воды с фрикадельками снимаем пену сверху. Если пена будет появляться в процессе варки, то ее тоже нужно снимать. На вкусовые качества это не повлияет, но суп не будет мутный. В кастрюлю кладем подготовленный картофель. Варим примерно 2-3 минуты после закипания воды. Сюда же добавляем нашинкованную капусту. Если капуста молодая, то ее нужно добавить за несколько минут до конца варки супа. Кастрюлю неплотно накрываем крышкой и после закипания варим на маленьком огне примерно 10-15 минут. Пока варится суп, приготовим пассеровку для супа. Два лука-порея нарезаем кружочками. Нарезаем только белую часть. Лук-порей можно заменить обычным белым репчатым луком. Две средних морковки трем на мелкой терке. Берем два средних помытых помидора и делаем ножом неглубокий крестовидный надрез. Подготовленные помидоры кладем в миску и заливаем кипятком на 20-30 секунд. После 30 секунд перекладываем их из кипятка в холодную воду. Теперь помидоры очень легко очищаются от кожуры. Подхватываем кожуру в том месте, где делали надрез и снимаем ее целыми лоскутками. Очищенные помидоры нарезаем кубиками. В сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук-порей. Пассируем его примерно 3-4 минуты до легкой золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости морковки. Сюда же добавляем подготовленные помидоры. Все овощи пассируем на небольшом огне примерно 5-8 минут. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Картошка с капустой уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю 4 столовых ложки хорошо промытого пшена. Для того, чтобы пшено было еще более вкусным и полезным, я его на ночь заливаю водой. Варим суп с пшеном еще 5-8 минут. Спустя 5 минут в кастрюлю добавляем пассированные овощи и перемешиваем. Когда суп закипит, солим его примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. В самом конце добавляем подготовленную петрушку. Сюда же кладем лавровый лист. Все перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками, капустой и пшеном получился очень вкусным и сытным. Свежие помидоры придают супу особую тонкую кислинку, а разнообразие овощей делает суп ароматным и вкусным. Если вам понравился рецепт такого супа, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!